Привет всем! Хочу сегодня рассказать вам о моем любимом городе, о поселке. Это поселок Светлова. Здесь живет население города Краховки. Раньше было 25 тысяч людей, сейчас, наверное, немножко меньше. А, возможно, и нет, потому что приезжало очень много людей с сел, и, конечно же, может быть, из-за этого и не изменилось. Вот, смотрите, так выглядит обычный город. Обычные это поля, наверное, они по всей Украине, да? Обычные пятиэтажные домики. Сегодняшнюю зарисовку и вид поселка Светлова я хочу начать с такого главного райончика. Это Декамеллиоратор. Там же находится кафе-бар-рандеву, в котором выросла, наверное, вся молодежь, да, поселка. Все сюда ходили, начиная там с 13 лет, да, подростки. И потом уже постарше уходили, конечно же, куда-то ездили подальше, когда начинали какие-то первые деньги зарабатывать. И, конечно, школьные годы все проходили вот именно в этой местности. Вот такие пятиэтажные небольшие домики. Я, собственно, живу туда, если посмотреть, вот я шла с той стороны. Видите, круглого дома здесь не видно. Покажу потом как-то в следующий раз, как он выглядит. Здесь вы видите, да, вот смотрите, вот никакой дороги нет. Можно идти по тротуарчику с двух сторон. Но я почему-то выбрала путь поле. И расскажу почему. Так как город маленький, все, конечно же, смотрят на всех, кто чем занимается, кто о чем разговаривает, кто как выглядит, как накрашен и так далее. То есть все обсуждается и обсуждается массово. Итак, мы выходим сейчас практически в центральную часть. Это центр поселка. Вот в кустиках там вот за деревьями зелененько и розовенько. Это у нас пошел салон красоты. Один из. Вот там же у нас будет и продмак. Такой небольшой магазинчик. Ну, ларечка, всего этого хватает. Раньше здесь был кружок этот. Это был раньше базарчик. Вот с этого начинался базарчик. Видите, сейчас уже тут ничего абсолютно нет. Уже ничего не продается. И вообще это заброшенная такая вот часть получилась. Раньше здесь продавалась какая-то продукция. Бабульки продавали. Жвачки я покупала. Ну, и вот видите, да? Тут магазин пошел. Тут уже какие-то рекламные вывески. Да, этого всего мало. Да, это не так массово, как в больших городах. Ну, и город там по себе небольшой. Поэтому, конечно же, ну, ожидать не приходится чего-то большего, да? Вот, кстати, едет рейсовый автобус. И поэтому вот так вот он выглядит. А вот уже готивочка какая-то открылась. Было что-то другое буквально неделю назад. Уже стала готивочка. Ну, вот аллея центральная. Чтобы вы понимали, мы с вами смотрим на вот этот проспект. Это проспект Европейский. Раньше это был проспект Ворошилова. Ну, и то, и то это был проспект. Сейчас это проспект Европейский. Мы с речком направляемся на берег. Это будет вторая видеозарисовка. Сейчас это видеозарисовка. Смотрите, вот какие-то аптеки в основном. Сепо 35 гривен. А вот это начинается базарчик. Вот этот базарчик переместился, который был сюда. И он уже выглядит вот таким вот образом. Если пойти туда вовнутрь, там будет куча рядов, какие-то арбузы, какие-то овощи, фрукты и ряд каких-то киосочков. Здесь... Ой, Ириня. Здесь у нас... Пойдем домашнее. Не, спасибо. Здесь у нас продаются овощи. И вот здесь продаются фрукты, цветы. Но это все домашнее и без химии. Вот здесь у нас идет оскар квиты. Никогда здесь не была. Скорее всего, цветочки интересные. Но на улице жара сумасшедшая. Хотя было сказано, что будет 26 градусов. По-моему, на улице 40. Сейчас, секундочку, одела очки от солнца, вообще абсолютно ничего не вижу. Кстати, вот это вот перед вами, вот такое вот бетонное нечто, это фонтан. Его когда-то включают. Но по праздникам сейчас, потому что, опять-таки, экономят. Вот с этой стороны мы видим ДК, дом культуры, еще с времен Советского Союза. Вот, кстати, здесь же дискобар-рандеву где-то был на втором этаже, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Конечно же, ДК очень такое без ремонта, если бы кто-то взялся. Но это по-прежнему, хоть и здесь нет ремонта, хоть оно так и выглядит, это по-прежнему культурный такой вот центр. Вот с этой стороны насажены цветочки, вот эта клумба высаживается, поливается. То есть здесь реально смотрят за клумбами. Потому что, поверьте мне, если бы не стыдили, не поливали, здесь бы был ужас. Была бы просто желтая трава и больше ничего. На той стороне, видите, уже тут подторговывают кукурузой, всякими овощами, фруктами, перцами. Может быть, даже по выгодным ценам. Дальше идем. Видите, вот это вот все-все-все ДК. Оно такое длинное-длинное. В этом доме культуры ДК я ходила на танцы, я ходила на театральный кружок. Сейчас здесь располагается и библиотека тоже. Здесь были и шахматы, но здесь все. Следующая такая достопримечательность нашего поселка – это стадион. Стадион Олимпийский. Я его отметила на гугл-картах. Здесь вот за деревьями сейчас постараюсь показать вам поближе, как выглядит стадион. Вот там, где выезжает машинка, там находится стадион. Вот идем дальше. Мы идем в сторону берега. Находится почта. Тоже очень красивая. Ну и весь поселок, он раньше был, ну, знаете, может, как в детстве, он был очень нарядный. А сейчас, конечно, просто нигде не делается ремонт. Вот в этом салоне красоты. На втором этаже я была. Делала себе маникюр. Ужас, мне вообще ничего не видно, потому что светит солнце в глаза. Вот здесь у нас салон красоты. А на первом этаже вот такой вот шаур-мятник, шашлычница и так далее. Следующая достопримечательность у нас – это торговый центр написано. Что здесь? Здесь у нас все. Это торговый центр всего. То есть тут есть педикюры, маникюры, мясо, одежда. Раньше это был обычный универсам. Затем мы его обшили вот такой вот вагонкой. Раньше был обычный-обычный универсам. Сейчас от универсама остался маленький кусочек. Раньше это был огромный-огромный магазин. Как супермаркеты сейчас, да? То есть на кассах рассчитывались. Это был такой… Ну да, раньше так и назывались в магазине универсам. А здесь вот, смотрите, вот это вот уже строение. Его не было в Советском Союзе. Это уже достроили его. Это новое строение. Здесь аптека, тоже аренда. Небольшие здания. С этой стороны мафы тоже построены. Здесь у нас игрушки. Какой-то еще магазин косметики. Но это все уже новенькое. То есть это мафы. Это все из… Я не знаю, как это сэндвич. Не сэндвич. Ну вот этот металлический сэндвич, по-моему, да? Там стекловата в середине, то есть мягкая. Вот. И сейчас подходим к такой достопримечательности. Вот этот вот путь, который я прошла. Так я его проходила ежедневно. Очень много лет. А конкретнее 10. Это был мой путь в школу. Вот так вот через эти прекрасные деревья я шла в школу номер 4. Вот смотрите. Вы видите, да, по архитектуре, что весь поселок состоит практически из пятиэтажных домиков. Эти домики были построены в районе 70-х годов. Когда начиналось… Просто расстраивался Северокрымский канал. Когда делали гидроэлектростанцию. Когда соорудили и построили так называемое Каховское водохранилище. То есть здесь воды не было в Каховке. Ее искусственно создали. И сейчас мы с моим сом туда и направляемся. Хочу его покупать. Чуть-чуть водички. Очень жарко. И так вот выглядит еще одна улочка. Мы идем дальше. Продвигаемся по проспекту Европейскому. И давайте посмотрим, обратим внимание на дорогу. Посмотрели влево-вправо. Идем вперед. Видим мою любимую школу. Кстати, видела даже моих некоторых учителей. Хоть сейчас и каникулы. Кстати, написано, что в школе с псами гулять нельзя. Я прогуливаюсь тут. И, по-моему, он хочет в туалет. Этот мой пес. Поэтому нужно быстро пробегать. Сказали же нельзя. Значит, нельзя. Зачем ослушиваться? Вот такая вот моя родная школа. Я бы, конечно, с удовольствием посмотрела в середину, что там из меня осталось. Но, скорее всего, меня туда не пустят. Хотя можно попроситься. Ну, смотрите, ребят. Вот это вот, в общем-то, и весь поселок Светлова. На этой радостной ноте я хочу с вами попрощаться. То есть, хоть все и старенькое, но вы видите, что все цивильненькое. Еще какие-то признаки города остались. То есть, еще, скажем так, не совсем село. Это только поселок. А город Каховка, вот поселок тоже, это часть города. Он прям рядом. Где-то до города, наверное, километра два с половиной. И все ходят туда либо пешком, либо на автобусе. Кто помоложе пешком, чтобы не платить денежки. Кто постарше на автобусе. Ну, еще, конечно же, пенсионные есть, когда бесплатно ты ездишь. Вот установили такую вот штуку, чтобы не ездили, потому что здесь территория школы. Давайте еще сейчас покажу вам немножко территории школы. Видите, школа сама двухэтажная. Клумбочки тоже ухожены. Такие кустарнички, все зелено. Потому что, если бы не поливали, было бы не зелено, было бы желтуха везде. Желтая сухая трава. Ой! Это раньше была столовая. А сейчас... А сейчас уже столовой, получается, нет. Очень интересно. Вот этот вход в школу. С одной стороны, этот маленький стадион, мы на нем никогда, никогда не бегали. Даже не стадион, как это баскетбольная площадка. Стадион был по центру. Могу рассказать небольшую хвасталку. Я бегала быстрее всех в своем классе. из девочек. И там, из половины мальчиков. Не знаю, почему так. Может, ленились мальчики. Может, не хотели. Здесь я покурила первую свою сигарету. Это я вам тоже рассказываю. Большущий секрет. Я сейчас, конечно же, не курю. Но была молодая, глупая. И все хотелось мне попробовать. Вот. Вот такой вот стадион. Люди через стадион ходили всегда. Всегда они лезли. И всегда бы накричали, чтобы здесь не ходили. Потому что здесь же футбол. И все такое. Мы сейчас с вами пойдем немножко вот туда еще дальше. И потом на берег. А с вами я прощаюсь. Надеюсь, мое видео про мой поселок родной было вам интересно. Хоть тут, конечно, мало. Где нам сегодня смотреть? Еще нигде. Завтра где? Завтра на ютубе. Ну так, а... Как мне найти? Поселок Светлова ищите. Ох, спасибо. Не за что. А вот уже первый наш почитатель. Подходим. Это 27-е, 29-е дома. И на этом я заканчиваю мое видео. Следующее видео сниму вам про водохранилище. Надеюсь, что вам было интересно. Все ставим лайки, кому понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok